КГУ – централизованная библиотечная система района Шал-Акына. В этом году исполнилось 75 лет со дня рождения нашего земляка, летчика-космонавта, героя Советского Союза Александра Степановича Викторенко. Сейчас мы находимся в районном историко-краеведческом музее, около экспоната, в котором Викторенко совершил один из валютов космоса, который Александр Степанович передал в фонд музея. Предлагаю остановиться на основных этапах жизнедеятельности нашего известного земляка. Александр Степанович Викторенко родился 29 марта 1947 года в селе Ольпинка, Казахстан. Мальчик вырос в семье простого рабочего. В 1965 году окончил 10 классов в Сухарабовской средней школе. Далее отправился служить в армии. Демобилизовавшись, в 1969 году с отличием окончил Оренбургское высшее военное авиационное училище летчиков имени Ивана Кобина. С июня 1969 года служил старшим летчиком 759-го отдельного минно-торпедного авиационного полка, дважды краснознаменного Балтийского флота. С октября 1971 года командиром корабля правым летчиком 240-го гвардейского морского ракетоносного авиационного полка, дважды краснознаменного Балтийского флота. А с августа 1973 года командиром корабля 15-го отдельного дальнего разведывательного авиационного полка. В мае 1978 года зачислен в отряд космонавтов на должность служителя космонавта. Затем в течение четырех лет проходил общекосмическую подготовку. С 1982 по 1983 год проходил подготовку в группе международных космических программ. До февраля 1984 года готовился в качестве командира резервного экипажа по программе экспедиции посещения на станцию «Салют-7». Первый космический полет Александр Викторенко совершил с 22 по 30 июля 1987 года в качестве командира первой экспедиции посещения на орбитальный комплекс «Мир» по советско-сирийской программе. Стартовал на корабле «Союз ТМ-3» вместе с Александром Александровым и Мухамедом Фарисом. Указом Президиума Верховного Совета СССР Александру Степановичу Викторенко присвоено звание Героя Советского Союза с ручением ордена Ленина и медали «Голотая звезда». Второй космический полет Викторенко совершил 6 сентября 1989 года в качестве командира пятой основной экспедиции на орбитальный комплекс «Мир» и космический корабль «Союз ТМ-8» вместе с Александром Серебровым. Во время полета выполнил пять выходов в открытый космос. Третий космический полет Викторенко совершил с 17 марта по 10 августа 1992 года в качестве командира 11 основной экспедиции на орбитальный комплекс «Мир» и космический корабль «Союз ТМ-14». Четвертый космический полет Викторенко совершил с 3 октября 1994 по 22 марта 1995 года в качестве командира 17 основной экспедиции на орбитальный комплекс «Мир» и космический корабль «Союз ТМ-20» вместе с Еленой Кондаковой. Стал известен тем, что перед стартом первым из космонавтов запросил благословение православного священника, что после этого вошло в традицию. Общая продолжительность полетов Викторенко составляет 489 суток. Во время экспедиции шесть раз выходил в открытый космос. После каждого полета его всегда ждали на родине и радовались успехом земляка. В.С.Апкина посвятила космонавту такие стихотворные строки. Святерение знакомый адрес. «Нет, не тайна это и не зависть. Я полетом тоже открыл. На моем конверте новый адрес. Ольгинка, Сергеевский район. Попрошают, что за деревенька. Ну а местный житель скажет так. Мы гордимся. Саша Викторенко. Это наш товарищ из-за меня. Надо мной небо позаставлено. Об лазуре – белые пути. И другой земли обетованной. Не умолк на сердце. С 1997 года потолковник Александр Степанович Викторенко ушел в запас. Отряд космонавтов покинул по возрасту. 21 июля 1997 года. Проживает в Звездном городке. Челковский район Московской области. Продолжение следует... Земля в алюминаторе, земля в алюминаторе, земля в алюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, Пустим мы земле на дна. А звезды, тем не менее, а звезды, тем не менее, Чуть ближе, но все так же холодны. И как часы затменья, и как часы затменья, Ждем света и земли, и видим сны. И снится нам не рок от космодрома, Не эта ледяная синева, А снится нам трава, трава у дома. Зеленая, зеленая трава. А мы летим орбитами, путями неизбитыми, Прошит метеоритами простой. Обрадан русским мужецом, Космическая музыка плывает в деловой наш разговор. В какой-то дымке матовой, земля в алюминаторе, Вечерняя и рангая заря. А сыну света-матери, а сыну света-матери, Ждет сына мать, а сына весь земля. И снится нам не рок от космодрома, Не эта ледяная синева, А снится нам трава, трава у дома. Зеленая, зеленая трава, А снится нам не рок от космодрома, Не эта ледяная синева, А снится нам трава, трава у дома. Зеленая, зеленая трава. Зеленая, зеленая трава, трава у дома. Субтитры подогнал «Симон»